Ох уж эти бесконечные истории про сражения индейцев с колонизаторами. Все те события, которые мы видим в фильмах и играх, берутся из книг, дневниковых записей и из исторических сводок. А в вестернах нам часто показывают, что американская армия всегда выходила победителями в любых столкновениях с индейцами. Однако, эта книга покажет иную сторону тех далеких событий. Всем привет, вы на канале SaberShot и меня зовут Сабир. Сегодня мы разберем не одну, а целых две истории в одной книге. Одну про далекий дикий запад, упомянутый выше, и вторую про заложников Безбрежного океана. Давайте-ка представлю вам обе истории. Ациола, вождь семенолов и затерянные в океане, Майн Рид. Майн Рид прямо конкурент Джуля Верна по количеству отзывов на произведения на этом канале, если рассматривать столько приключений, потому что к списку победителей можно отнести и Джека Лондона, и Стивена Кинга. Из творчества Майна Рида у нас в разборе были «В дебрях Южной Африки», «Садник без головы», «Белый вождь» и «Квартеронка», и теперь вот еще две книги. К тому же я еще когда-то читал одно произведение, которое является прямым продолжением книги «В дебрях Южной Африки». Называется, если я правильно помню, «Юные охотники». Ее я не докончил, и не по той причине, что она была неинтересной, а потому что на тот момент мне просто наскучило читать, и тогда я еще не имел такого железного принципа добивать каждую книгу, которую я начал читать. Не дочитал, ну и ладно. Но сейчас я такого не допускаю. Так что предлагаю пройтись по романам и для начала обсудить первую историю. Если коротко, то вот о чем в ней говорится. Если смотреть на общую картину, то она о противоборстве индейцев и колонизаторов, а именно о событиях Второй Семенольской войны. Главным героем романа является молодой плантатор Джордж Рэндольф, вынужденный разрываться между воинским долгом и защитой своей семьи. К тому же он привязан к индейскому вождю семенолов, Ациолле, символу надежды индейского народа в борьбе за свою независимость. Они когда-то были друзьями детства, и по этой причине, будучи солдатом, главному герою романа приходится выбирать поступить как защитник своей страны или же сражаться против индейцев, главой которых является его друг. Вся книга о зрелищных сражениях хитрых индейцев с белыми, о жадности, подлости и храбрости. Недавно только я пошел в кинотеатр на фильм «Убийца цветочной луны» Мартина Скорсезе. Отличный фильм про уже поздние отношения между индейцами и белыми, где-то начало 20 века. Если так присмотреться, то в этом фильме происходят схожие по своей сути события, но более законные. А на самом деле все одно и то же. Злые бедные пришли, обокрали, обманули и выгнали с родных земель коренных американцев. Майн Риджи в своем произведении, не скрывая никаких фактов, говорит об этом так, как оно было на самом деле. Также, помимо того, о чем я вам рассказал, в книге будут и определенные антагонисты, куда же без них. И они, в свою очередь, будут постоянно создавать проблемы главному герою. Но не вдаваясь в подробное описание, оставлю это вам. Сами увидите, кто будет в качестве злодеев. О том, что я упомянул в самом начале выпуска. В преобладающем большинстве вестернов, американская армия выходила победителями в любых схватках с индейцами. А они там априори были показаны такими хищными и дикими варварами. Справедливости ради нужно сказать, что довольно часто вооруженные силы Америки одерживали победу над ними. Но не всегда. Например, одно из самых больших поражений случилось летом 1876 года, когда объединенные силы Лакота и Северных Шайенов выступили против 7-го кавалерийского полка армии Соединенных Штатов. Это сражение стало известно как битва при Литтл Бигхорн. Силы сторон изначально были неравны. Индейцев было почти в три раза больше. 650 солдат против почти 2000 индейцев. Полковнику Кастеру и его войску не смогла помочь даже тяжелая артиллерия. Несколько часов продолжалась жуткая кровавая схватка, результатом которой стала уверенная победа индейцев. Ничего не напоминает? Вот и в этой книге было несколько таких эпичных боев, которые писатель подробно описал с точки зрения тактики и стратегии. Кстати, о жестокости колонизаторов. Вы знали, что в конце 19-го века на индейцев началась настоящая травля? На них устраивали облавы и отстреливали как каких-то диких животных, как тех же бизонов, которых убивали миллионами. Причем делалось это не только лишь силами регулярной армии. В геноциде участвовало огромное количество наемников. Ведь за каждого убитого индейца можно было получить от властей целых 25 долларов. Нужно только доказать факт убийства, показав скальп. Ведь много голов не унесешь. Кстати, абсолютное большинство считает, что именно от индейцев пошел такой странный, жестокий и кровавый обычай. А нет, все это колонизаторы начали делать ради наживы. Помимо этого они прибегали еще к большому количеству разных уловок и подстав, чтобы опорочить бедных индейцев в глазах простого народа. Они часто одевались, как они, и шли сеять раздор на плантациях белых землевладельцев. К тому же и не брезгли убивать таких же белых, как они, в качестве демонстрации. Поэтому после всех этих страшных фактов, которые вы услышали, неудивительно, что индейцы постоянно воевали с захватчиками. Кстати, таких подробно описанных кошмаров в книгах Жуля Верна вы не встретите. В произведениях Майнрида все гораздо кровавее и реалистичнее, нежели в добрых верновских историях. Каждая схватка с индейцами, каждая кровавая расправа сопровождается подробными описаниями события. Кстати, такой резкий переход. Из цитат хотелось бы отметить одно красивое сказание. Еще в ранней юности у вас было честное сердце, а прямые побеги редко вырастают в искривленное дерево. Беззаботные и чистые души детей часто становятся черствыми под натиском тягостных лет. Что ж, теперь перейдем ко второй истории, затерянной в океане. В ней все обстоит иначе. Корабль, перевозивший рабов, терпит крушение в середине океана. Экипаж, кроме самого живого товара, фактически весь выживает, но разделяется на два лагеря. Ясное дело, что на корабле, который перевозит африканских рабов, вряд ли найдутся приличные и достойные люди. Но среди головорезов и бандитов на целом корабле плывут четыре добродушных героя, за действиями которых нам и предстоит следить. Еды нет, воды нет, спасения нет, а на хвосте обезумевшие матросы. Что же делать? Герои оказываются один на один с безбрежным океаном и командой каннибалов. Эта история меня зацепила больше, чем первая. Безвыходная и опасная ситуация. Читатель за время чтения узнает много интересного об обитателях океанских просторов и пучин, а также о поведении разных типов людей в экстремальных ситуациях. Вообще во всей этой истории мне больше всего нравился персонаж по имени Снежок. Кого ты, черт подери, назвал Снежком, наглец? Это чернокожий кок-матрос, который наряду с остальными тремя героями будет искать спасение в безбрежном океане. Кстати, хоть я и не читал повесть про Моби Дика, только фильм смотрел и отчасти знаком с сюжетом произведения, но обсуждаемая история моментами очень сильно напоминала мне эту повесть. Благодаря произведению ощущаешь всю безвыходность ситуации. Один в океане, без пищи. Вода повсюду, а пить ее нельзя. Кошмар. Кстати, в книге был любопытный момент, связанный с переводом. По сюжету главный герой находит одного персонажа, внешность которого отмечается как кавказская. И тут я во все глаза смотрю, откуда конкретно он окажется. Но впоследствии оказывается так, что персонаж к Кавказу не имеет никакого отношения. Короче говоря, то была ошибка переводчиков, которые по ошибке перевели слово Caucasian как кавказская внешность, когда как в английском языке под этим словом подразумевается европейская. Небольшая такая зацепка. И еще в этой истории также была одна цепкая цитата. Возьми и ты себе за правило работать только добросовестно. Хорошая работа редко когда подводит, зато плохая против себя же оборачивается. Это точно. Работать надо на совесть. Хоть и часто видишь совершенно противоположное в поведении многих людей. Но вот что мне не понравилось в произведениях, так это тот факт, что было слишком много приключенческого пустословия. То есть саспент создается там, где читатели уже так и так знают, что произошло. Ну допустим, преступление. У героя есть один единственный враг. И автор три главы подряд будет задавать вопрос. А кто же это сделал? Книга моментами по-детски наивна. И знаете, я задумался о том, что сцены сражений в книгах, когда их воссоздает наше собственное воображение, бывает в чем-то даже интереснее, чем те, которые мы видим на экране. Ведь мы сами становимся режиссерами своего собственного фильма. Поэтому от первой истории я получил дикое удовольствие. Учитывая еще то, что на период чтения книги я играл Red Dead Redemption 2, в которой происходят очень знакомые события на том же Диком Западе. То есть с визуализацией происходящего не бывает никаких проблем. А вторая история это как недавно просмотренная мной картина под названием Вышка. С такой же безвыходной ситуацией. Отзывом на этот фильм я уже поделился в телеграм-канале. Вот в принципе и все, что я хотел сказать. Всем огромное спасибо за просмотр, друзья. Наш список прочитанных приключенческих романов пополнился еще двумя произведениями. Они обе хороши прописанностью характеров персонажей, очень насыщенным описанием окружающей среды и природы, флоры и фауны. Поэтому если вам нравится произведение Жюля Верна, то советую обратить ваше внимание на творчество Майна Рида. Кстати, за то время, что прошло с последнего отзыва, я успел прочитать Ациолу из «Затерянного океана», помимо этого «Чума» Альбера Камю, «Отель у погибшего альпиниста братьев Стругацких», а также «Сны Ктулху» Говарда Лавкрафта. Ну, почти. Осталось страниц 50. А в данный момент я читаю «Похороните меня за плинтусом» Павла Санаева. Мне нужно чуточку поторопиться, потому что на следующей неделе будет очередной книжный клуб, и мы будем обсуждать именно эту книгу. Поэтому после «Снов в Ктулху» перейду сразу к ней. А в феврале определенно будет, что снимать и что читать. Вы только посмотрите на объем книг, которые мне надо прочитать. Поэтому вернемся к чтению. Так что до новых книг и читайте больше, друзья. Пока.